Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте, коллеги, студенты, все, кто сегодня пришел разделить с нами уникальное событие, и я полагаю, что уникальное событие не только для нашей кафедры, но и для всей консерватории, потому что не так часто можно услышать вживую все романсы Сергея Васильевича Рахманинова. А вы именно сегодня будете присутствовать на первом концерте из этого цикла. Вот, предполагается, я сразу, пользуясь случаем, вас приглашаю на второй и третий концерт, который планируется провести в следующем сезоне, но, видимо, осенью. Сегодня вы услышите раннее сочинение Сергея Васильевича Рахманинова. У вас, я надеюсь, у всех есть программки, потому что сегодня будет тоже уникальный вечер, полное погружение в эту музыку. Не будут объявляться названия романсов, то есть вы следите за программой, и вашему вниманию будут представлены ранее сочинения. То есть первые сочинения Рахманинова, они относятся к 90-му году, 1890-му, когда, можно так сказать, Сереже было всего 17 лет. Он закончил консерваторию с золотой медалью, и этот год знаменуется написанием его романтической, можно сказать, ультраромантической оперы Олега. И далее вы услышите романсы 8-го и 14-го опусов. Мы знаем все, все здесь сидят, в общем, я вижу, взрослые люди, что внутренний мир каждого человека – это загадка, и постичь его, в общем, практически невозможно. Недаром есть такое утверждение, что когда уходит человек, с ним уходит целый мир. И у нас у всех есть счастливая возможность хотя бы как-то прикоснуться к внутреннему миру, к душе такого большого мастера-творца, как Сергея Васильевича Рахманинов, через его произведения. И поэтому, мне кажется, объективно и закономерно, что этот цикл построен хронологически. То есть мы начинаем с ранних его сочинений и заканчиваем 38-м опусом, который он написал в 16-м году перед отъездом из России, и который для меня, может быть, мои коллеги со мной не согласятся, но это, вот вы услышите в следующем сезоне, я надеюсь, этот опус, это поиск Эльдорадо, некого островка, символа, поиск, погоня за ускользающим идеалом, за какой-то недостижимой мечтой в образе прекрасной дамы или Эльдорадо, или вот этого так называемого островка. И вы счастливые, вам представляется счастливая возможность вот через эти литературные пристрастия, то есть через те стихотворения, которые стали импульсом к сочинению романсов, прикоснуться к миру большого художника, к его эмоциям, к его взлетам, к его падениям и творческим, и жизненным. Это всё есть в романсах, потому что, как вы понимаете, выбор стихов не случайен. И вот эти интонации, которые находят Рахманина в своей музыке, сердечные, тёплые, очень тонкие и открытые эмоционально, хотя он человек был неоткрытый в жизни, это всё есть в музыке. Я вам желаю хорошего вечера, спасибо за внимание, и перед тем, как уйти со сцены, я хочу поблагодарить всех, кто причастен вообще к этому замыслу, то есть я хочу высказать большую признательность педагогам кафедры, которые вложили колоссальный труд, время и талант в то, чтобы поднять вот такой вот первый концерт, и, конечно, нашим молодым музыкантам, вокалистам, студентам, которые учатся в консерватории, пианистам, и уже взрослым, зрелым певцам, которые тоже будут сегодня выступать на этой сцене. Хорошего вечера, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон.